МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Дом дружбы». Сегодня отметим шеварни и отведаем блины по чувашскому рецепту. Далее в выпуске. Секреты семейного счастья. Побываем в гостях у Дамира и Вероники Шагедулиных. На одном дыхании о самой необычной вокальной технике тувинцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проводы зимы или масленичные гуляния устраивали все языческие народы, в том числе и чуваши. В старину праздник длился аж две недели. Его первая часть называлась «Ослё сёверни», то есть «Большая масленица». Вторая – «Кисён сёверни», «Малая масленица». ПЕСНЯ Изначально весну встречали в четверг, но с принятием чувашами христианства «Сёверни» принесли на понедельник. Тогда же продолжительность праздника ограничилась семи днями. ПЕСНЯ Сегодня масляная неделя у чувашей начинается большим праздничным застольем. На сёверне хозяйки готовят много масляной еды. Блины, оладьи пекут в печи традиционный чувашский пирог-хуплу. Обильная трапеза символизирует достаток в доме. Первый блин ребёночку, внучке нашей. Попробуй-ка вкусный. Все обряды и песни масляной недели направлены на пробуждение природы, возрождение плодородных сил земли. Они сегодня звучат также глубоко и проникновенно в исполнении народных коллективов. Наша съёмочная группа в гостях у тольяттинского чувашского фольклорного ансамбля «Телей», который уже 25 лет сохраняет не только песенные традиции, но и народный костюм, чтит и уважает культуру своего народа. Есть у нас масляничные песни именно про маслянцы «Щаварнищуны». Асанни, если шеварнищинде милле юрисын билетин, юрлаза в рент хабирея? Билет перчинде. Песня «Щаварнищуны» Чучело-масленицы чуваши называют «Сёверни-карчаке». Женщины ярко наряжают виновницу торжества и о себе не забывают. Достают из сундуков милое сердце, а главное – праздничные наряды. В старину наши бабушки в сундуках хранили самые красивые платья, платки. И в дни недели масляничной они оттуда доставались и наряжали своих девочек. В этих нарядных красивых платках они шли кататься на санях на улицу. Украсив платками, колокольчиками, дубенцами лошадей и сани, молодежь устраивала катание. Причем объезжать деревню необходимо было строго послань – по ходу солнца. Несмотря на то, что чуваши сегодня живут современной жизнью, традиции и обряды они берегут свято и передают их следующим поколениям. Между ними нет языкового барьера. Они выросли на отних и тех же книгах и фильмах в одной стране. Дамир Татарин. У Вероники много кровей и культур намешано. Ее мама – татарка, отец – украинец. Родилась девушка в Башкирии, а училась в чувашской гимназии. Встретились будущие супруги в Самаре. Через несколько месяцев влюбленные поняли, что настал момент для серьезных перемен в отношениях. Очень был волнительный этот день. К этому дню я накопил денежку, купил кольцо. Сказал речь о том, что ты мне очень понравилась вместо тобой, очень хорошо, ты та, которую я искал. Вероника отреагировала, очень обрадовалась, даже заплакала. Вот, и сказала, да, я согласна. Он понравился своей искренностью, своим вниманием, даже прослезилась. Конечно, было такое волнение, когда он начал говорить, я уже поняла, наверное, я сейчас сделаю предложение. Это когда уже сделал, конечно, была и радость, и непонятно, какие-то смешанные чувства. С этого дня началась их история любви. Свой главный секрет семейного счастья Шагедульной называют, не задумываясь, в уважении и в умении друг друга понимать. Любовь, ну, в первую очередь, мне кажется, это уважение. Уважение второй половины, уважение жены. За счет за счет проявления уважения и формируется любовь. Проявляя уважение, заботу, оно как бы пазл за пазлом складывается. Это вот эта вот, какая-то вот субстанция, которая вот, она наполняет твою душу за счет того, что, за счет того, что вторая половинка дает тебе обратные сигналы, обратную отдачу. Любовь, вот даже, вот как в исламе, это прежде всего уважение. Уважение к своей второй половинке. Саид нас обожает, ламбаду. И потанцовывает даже. Саид. Устал, устал. В воспитании своего сына Саида молодые родители придерживаются национальных традиций. В семье Шагедулиных переплетаются три языка – русский, татарский, арабский. Ребенок должен знать свою родословную, почитать своих родителей, старших. И научить этому можно только собственным примером, говорят супруги. Воспитание ребенка проходит на русском, также и на татарском языке. Общаемся, разговариваем. Хотим привить ребенку знание многих языков, многих культур, потому что разные культуры и разные народы, они, наоборот, украшают вообще человечество в целом, потому что с разными культурами, народами мы познаем друг друга. И в этом и есть красота жизни. Сейчас вот муж меня научил арабскому читать арабский язык. Вот мы читаем Коран вместе, нам нравится. Вот. Тоже один из любимых языков. Помогают в жизни не только совместные дела, мысли, чувства, но и общие интересы. Вся семейная атмосфера в доме Шагедульных дышит творчеством. Творчество проявляется в жене. Она больше творческий человек, и она сама захотела выступать. Велкина Яшлейка в татарском ансамбле меня уговорила, чтобы я там танцевал. Танцы для души, для позитива, для гармонии. Гостям Дамир с Вероникой рады и даже незваным. На семейном столе всегда вкусная национальная выпечка. Чак-чак, баурсаки, чпачмаки. А еще ароматы на весь дом. Уют, вкусный чай и радость домашних. Глубокий вдох, долгая задержка дыхания и характерный звук. Издалека все выглядит легко и непринужденно. И только вблизи видно, каких усилий это стоит певцу. Ведь в горловом пене задействован почти весь голосовой аппарат. И диафрагма, и грудная клетка, и горло, и нос, и рот, и небо, и язык. Этим древним вокальным искусством традиционно владеют народы саяно-алтайского региона. Тувинцы, алтайцы, монголы, а также башкиры, живущие в европейской части России. От обычного вокала он чуть-чуть сложнее. Почему? Потому что тут связки, которые от обычного вокала, тут недоработанные связки, они все просыпаются. И так вот извлекается вот такой звук. В основе горлового пения лежит подражание голосам животных и птиц, а также звукам неживой природы. Журчанию воды, эху в горах, свисту ветра. По-тувински горловое пение называют хомей. Такое же название носит один из пяти главных стилей тувинского горлового пения. Название основное название хомей. Хомей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получается так, что трио звучит, как если бы пела человек десять. Потому что каждый солист одновременно извлекает две, а то и три ноты. Обычно профессиональный исполнитель хомей же владеет одним-двумя стилями, но бывают исключения, когда человеку подвластны все стили пения. И базовый хомей, и сыгыт, стиль двуголосного пения с доминирующим свистом, и низкий стиль карграа с клокочущими звуками. Примечательно, что стиль сыгыт, свист в переводе, наиболее развит у тувинцев. К этому располагает сама природа тувинского языка, в котором есть много гласных, произносимых присужной гортани. Есть горловые песни со словами, а есть подражание звукам природы. Некоторые мелодии можно перевести в ноты, другие практически не поддаются нотной записи. Есть песни, выученные исполнителями раз и навсегда, и песни импровизации. Есть такие песни, которые древние, есть песни в настоящее время сочиненные. И вот мы берем от корней, и потом делаем, и аранжировку. Очень часто горловое пение дополняют народные инструменты. Кингирги – двусторонний барабан, обтянутый с обеих сторон кожи. Тувинская скрипка и гил – губной варган. Инструменты тоже действительно – это очень древние инструменты. Нам очень еще отрадно, что до сих пор у нас инструменты состоят из кожи и из дерева. То есть это самая главная фишка. В иностранной прессе виртуозов горлового пения сравнивают с покорителями дикого американского запада и даже называют ковбоями Востока.